Всем привет! Вы смотрите обзор Xiaomi Redmi 4 от магазина RumiCom. Достаточно привлекательная и относительно новая бюджетная модель от китайского производителя. Чем же она интересна? Давайте прямо сейчас и разберемся. Сразу скажу, что компания выпустила две модели Xiaomi Redmi 4, солидную и попроще. Ко мне в руки попала модель помощнее, поэтому говорить я буду исключительно о ней. Забегая вперед, скажу, что учитывая небольшую разницу в цене между двумя представленными моделями Redmi 4, простенькую после рассматривать вряд ли захочется. Как-то так повелось, что зная о черных рамках смартфонов Xiaomi, да еще и после выхода Mi Mix, первым делом начинаешь обращать внимание именно на них. Здесь рамки тоже есть, но сам смартфон в черном цвете спереди, поэтому особо так не раздражает. Немножко другая ситуация будет с белым или любимым китайцами золотым цветом. Корпус цельнометаллический, обратите внимание на вставки сверху и снизу. И если с нижней вроде бы все ровно, то вот верхняя. С одной стороны ее вмяли слишком сильно, и перепад вы можете почувствовать, если проведете пальцем, а с другой наоборот, не дожали, поэтому грань тоже почувствуете, но после действия в обратном направлении. В остальном к сборке вопросов нет. Экран активируется двойным тапом или с помощью сканера отпечатков пальцев. Он сзади и работает хорошо, без сбоев, как бы вы палец не подносили. За дизайн плюс выглядит девайс неплохо и имеет комфортный размер. Поэтому китайцы молодцы, конечно, выжили из размера максимум, и в имеющемся форм-факторе 5 дюймов просто идеальны. IPS-экран с хорошим качеством изображения Full HD. Пикселей тут вы не увидите, как не всматриваетесь. Цвета передаются тоже хорошо, картинка в целом сочная. Если хотите, можете подкрутить это в настройках, правда, там особо не разгуляешься. Можно, например, изменить лишь цветовой тон и насыщенность. Все, в принципе, стандартно. Белый вроде бы белый, а не с красноватым оттенком, как это обычно бывает в бюджетниках от Xiaomi. Под углами цвета не выгорают. Исключение составляет разве что черный, который немножко играет под радикальным углом. Яркость минимальная в темное время суток не раздражает и в глаза не бьет, как это было с Mi Note 2, а вот ее максимальное значение могло бы быть чуть выше. Три сенсорные кнопки под экраном, кстати, не подсвечиваются. Видимо, на этом китайцы решили сэкономить. Ролики смотреть комфортно на таком экране, и звук при этом из динамиков соответствует статусу бюджетной модели и чего-то сверхклассного от него ожидать не стоит. Да, он громкий, да, насыщенный, но лучше докупите наушники этой же компании и поиграйте с эквалайзером. Внутри спрятался восьмиядерный процессор от Qualcomm Snapdragon 625. Три гигабайта оперативной памяти и 32 постоянной. Можно установить дополнительную карту памяти в гибридный слот, ну, либо вставить две сим-карты. Напоминаю, что есть модель попроще и дешевле. Можете найти ее на сайте магазина Rumi.com. Видеоускоритель здесь Adreno 506 и синтетика выдает очень неплохие результаты для бюджетника. Смотрите сами. Танки идут без лагов и глюков, асфальт тоже, поэтому каких-то замечаний к работе с тяжелыми играми нет. Смартфон нагревается, но в пределах нормы. Оболочка MIUI 8 и каких-то новых фишек для тех, кто уже знаком с ней, не будет. Она удобная и интуитивно понятная в использовании. Ну и конечно же камеры. Фронтальная на 5 и основная на 13 мегапикселей. У обеих апертура F2.2. Есть ряд предустановленных режимов и ручной, правда, с минимальными параметрами. Это ISO и баланс белого. Держим в голове, что телефон бюджетный, поэтому и камера соответствующая. Снимки получаются четкими в светлое время суток или при достаточном освещении. В сумерке можно немного пошаманить и получить порой неплохие снимки, но не без шумов. Конечно, во многом полученный результат зависит еще и от самого владельца, поэтому судите сами. Примеры показываю. Аккумулятор на 4100 мАч и здесь не USB Type-C, как мы привыкли видеть теперь уже в новых смартфонах Xiaomi, а micro USB без возможности быстрой зарядки. зарядится телефон примерно за 2,5 часа. В энергосберегающем режиме, когда очень нужно, проживет 3 дня легко. При умеренной нагрузке сутки держатся, поэтому с ним у вас в голове очень редко будет проскальзывать мысль о пауэрбэнке в дорогу или свободной розетке в зоне видимости к концу дня. За полчаса просмотра роликов на максимальной яркости и громкости батарея потеряла всего 3%. Из того, о чем еще не было сказано, тут есть и копор для управления телевизором, например, можете послушать FM-радио и, конечно же, позвонить коллеге, одногруппнику или еще кому-нибудь и дозвониться, собственно, потому что ловит хорошо практически везде в Москве и Московской области, проблем со связью во время теста не было. На этом все, спасибо, что посмотрели ролик, подписывайтесь на канал и заходите в магазин Rumi.com. Возможно, вы найдете там что-то интересненькое для себя. Субтитры сделал DimaTorzok